Хоккей в дождь и на газоне это возможно. Особенно если папы решили погонять шайбу с детьми. Как показывает практика, совместные занятия спортом на свежем воздухе не только улучшают самочувствие, но и развивают взаимопонимание. Дмитрий сам занимается в клубе Росомахи и стремится приобщить сына к своему хобби. Я часто с сыном провожу время. Мы занимаемся футболом в основном. Мы ходим на тренировку в шестую школу. И вообще я стараюсь, когда сезон начинается у нас, на лед ставить. Я даю направление ребенку, а он уже сам выбирает, что ему лучше, что ему по душе. В хоккее тренировочный процесс. На газоне это нормальная практика. В условиях отсутствия круглогодичного ледового покрытия большое внимание уделяется общей физической подготовке. И пусть для детей это скорее развлечение, зато у них появляется гордость, что они идут по стопам родителей. А ты в будущем хочешь хоккеистом стать? Как тебе сегодняшняя тренировка? Хорошо. Ты хочешь футболистом стать? Ну я футболистом и хоккеистом буду. Я в три года начал заниматься самбо. С пяти лет меня папа начал учить хоккею. Тренировка на свежем воздухе не разовое событие, а часть проекта – семейный хоккей, с которым активисты хоккейного клуба «Росомахи» заявились в прошлом году на губернаторский грант. А сегодня успешно несут спорт в массы. Мы развиваем хоккей в семье, детский хоккей также, потом всевозможные лиги хоккейные, дворовые. То есть все это движется в сторону спорта, детского спорта, в частности именно хоккея. При этом все мы пытаемся заниматься только хоккеем, а всевозможные УФП, подготовкой детей на ГТО, всевозможный бег, легкой атлетики. А со взрослыми отдельно уже тяжелая атлетика и дальнейшие другие виды спорта. Календарный план проекта состоит из более чем 20 мероприятий, не считая дворовых лиг между любительскими командами и трудовыми коллективами, в которых принять участие могут все желающие. Как и в совместных семейных тренировках, которые без сомнения повышают значимость отцовства в воспитании детей. Субтитры создавал DimaTorzok